с добрым утром девочки но не могу я снять вот такое прекрасное утро уже рассвело на улице тихо вообще было вечером открывала окно был прям полный штиль так здорово свежий воздух и у нас довольно таки тепло еще у нас еще прямо хорошо осень осень ну прямо замечательно сколько тут градусов 16 градусов это здорово птички щебечет но на улице что-то горизонт тоже немножко затуманен опять наверно там это пыльная буря еще не усила может это туман там не знаю слышите какая тишина птички поют классно но я опять сижу за компьютером работаю монтирую видео все как всегда раннее утро полна сил привет поэтому работаю с утра пораньше всем добренькое утречка девочки еще раз я уже смонтировала видео и сейчас решила заняться уже делами насущными уже с утра пораньше позвонила вызвала элитрика чтобы починил нам выключатель на лестничной площадке вот а сегодня еще я жду доставку доставку жду мне должны привезти сегодня новую плиту надеюсь привезут уже сегодня наверняка но пока ее будут привозить по пока эта доставка будет доставляться я сейчас наверно быстренько позавтракаю съем свою овсяную кашку чтобы уже не думать об этом и мне нужно прибраться вот где у меня плита стоит убрать под плитой под столом в общем на кухне в общем порядочек навести сегодня хочу давно уже собиралась там под столом уже понаставлено всего давно собиралась убрать все руки не доходили ну вот наконец и видите всему свое время вот все надо делать в свое время вот такое мне сейчас безобразие под столом я хочу там все таки уже навести порядок ну вот пока что под столом я убрала все вот такая печка у меня была и в общем то такую же я заказала только с закрытыми тенами посмотрим когда привезут сказали привезут скоро думала девочки поменять стол конечно стол тумба было бы хорошо но у меня здесь ширина между холодильником и плитой 74 сантиметра и если уж холодильник впритык стенки подвинуть и плиту прям совсем впритык подвинуть ну притык впритык тогда может быть 80 наберется сантиметров но такой ширины нету вообще мне хотелось бы и вот было бы здорово если тут столешница было бы побольше в общем короче говоря сколько раз я голову ломала на этот счет потом плюну на это дело и больше не ломаю в общем пока это все так в проекте в голове ну вот от старой печки я уже туда подножки поставила полочки получились у и все мои кастрюльки все туда и сковородки все поместилось и картошка лук под низом все хорошо печку я вынесла уже и теперь буду ждать когда привезут новую в общем девочки плиту мне привезли еще три часа назад и я вот уже тут мучаюсь мучаюсь с этими ножками собирать эти ножки в общем подставку эту под плиту собрать никак невозможно потому что вот здесь вот во первых нету стяжек но в инструкции написано вот это крепить к плите но там вот такая вот дырища никакой резьбы нету то есть крепить к плите не к чему просто ставить она шатается я просто уже вся на нервах я вся в шоке это ужас какой-то вот это вот подставка под старую плиту вот здесь видите она сверху стяжкой сделано и она будет устойчиво стоит себе прекрасно я хотела ее использовать как полочку под столом уже там на нее наложила кастрюлик но пришлось мне достать и сейчас попробую поставить плиту на эту полку я не знаю что я буду делать потом с той подставкой вообще надо будет разбираться ну вот на этой подставке плита стоит уже более-менее нормально так устойчиво не шатается не упадет по крайней мере ну а если у меня не было этой подставки чтоб я делал понятия не имею надо будет звонить в магазин вообще узнавать что такое в интернете даже не нашла я нигде чтоб кто-нибудь ролик снял это же все так мучаются как я наверное не я одна в общем какой-то кошмар девочки наконец-то я собрала эту подставку которая была от печки в общем не конечно пришлось магазин позвонить и спросить там они там тоже не знали там короче тоже где-то звонили узнавали ну в общем подсказали как с мучениями но это собрала устала уже вечер вообще полдня провозилась с этим но по крайней мере тут та подставочка у меня теперь для других вещей в общем все нормально я довольна сейчас буду печку включать надо ее в холостую подержать что включено и чтобы она сгорела там вот эта смазка которая на ты нах вытяжку включена всю и буду сейчас прогонять это дело всем доброе утро мои хорошие наконец-то наступил следующий день как я вчера помучилась с этой печкой это просто что-то я не знаю у меня столько блин было эмоции я батюка в чем свет стоит пока собирала эти ножки боже мой вообще уже когда я потом мне разъяснили как это все собирается собрала я все это быстро и спокойно легко в конце но до этого мучилась потому что описание схема и описание как собирать вот в инструкции очень непонятно написано как-то да и схемка вот такая вот малюсенькая там в ней ничего не поймешь в общем когда мне по телефону уже вот менеджер объяснил как там нужно это все собрать я все поняла и все собрала но неужели нельзя было вот в инструкции все понятно человеческим языком написать чтобы это можно было нормальному человеку понятно это все собрать вот ну ладно грустным не будем давать тебя хорошим в общем вы видите за моей спиной у меня новая плита до этого я пользовалась уже не один год вообще сколько лет я тут живу много лет я всегда брала плиту мечта но только с тенами вот такими вот зигзагообразными но там есть один минус что когда туда прольется что-то потом нужно когда ты настынет его надо поднимать под ним вот это вытирать и с годами там все сложнее 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 все это мыть при том что там есть щели куда может влага попасть в общем не очень хорошо на этот раз я решила взять печку с закрытыми тенами если кому любопытно я взяла печку мечта 221 ч стоит она 7260 рублей но это не реклама девочки это просто вот необходимость потому что в таком жилье маленькая такая печка бюджетная при том она мне подходит я к ней привыкла уже много лет просто этой печкой пользуюсь при том что я на печке не всегда готовлю очень часто мультиварки готовлю поэтому мне много комфорок не нужно в принципе я одной комфорка в основном и пользуюсь поэтому такая печка мне вполне подходит и ну и духовкой до пользуюсь тоже в духовке выпекают тоже вот мне огромная духовка не нужна я думала связать отдельно стоящую плиту там со стеклой керамикой вот это все потом думаю ну а первых она дорогая и зачем она мне здесь нужна в общем короче говоря взяла вот такую печку которой я уже привыкла с годами вот единственное что печка которая была до того я не помню уже сколько лет но больше десяти точно которая мне прослужила в общем там просто уже реле переключателей сломались и в общем тены перестали как бы греть еле-еле там один тен духовкой пользовалась последнее время вот эта индукционная отдельно стоящая была которая меня не устраивала тем что она гудит и неравномерно прогревает вот в общем в конце концов думаю да надо взять взяла как собирать эту подставку я не знаю я уже думаю видео видео я даже не нашла никакой инструкции в интернете в интернете обычно вот все есть но бывает тут что-то кинешься найти невозможно как как ее собирать и думаю что наверное надо отдельный прям ролик что ли снять по поводу сборки этой подставки хотя в принципе вот в двух словах то можно сказать что там вот ножка наверху ножки идет расширение и вот такая вот загнутая лапочка лапочки отверстия с резьбой я вот никак не могла понять как ее прикручивать если резьба с этой стороны а спички там резьбы нет просто отверстие там есть еще прорезь через которую нужно вот эту лапку продеть резьба окажется внутри печки и тогда уже снаружи нужно болтиком это все прикрутить ножку но при том что там еще полку как-то так вот продумали непонятно надо две ножки прикрутить но я прикрутила три потом полку туда вставила поставила так немножко боком потом я уже нанизала четвертую ножку потом полку развернула так чтобы она встала в эти пазики дырочки совпали что там еще винтики прикрутить и потом уже затянула в общем-то уже там эти болты в общем все девочки не хочу грузить вас этой печкой но просто вот если кому-то понадобится принципе вот я вот в общем объяснила как но если кто-то столкнется с такой проблемой ну пишите мне в комментариях я вам тогда разъясню еще раз вот ну и все теперь наступил новый день новые дела забудем уже вчерашние дни все из-за того что мне было непонятно как ее собирать мне приходилось все это закручивать и раскручивать по нескольку раз кто-то может спросить а где сын почему не пришел не помог но у сына два выходных один выходной он провел у дочки он там собирал вот эту шведскую стенку второй выходной во первых он не знал что у меня будет печка я не говорила ему что мне привезу печку и что у меня будет проблема собрать обычно такие вот элементарные вещи я обычно сама собирала ну что у меня твердка есть я раз раз все это собрала скрутила но тут была задача как это все собрать а собрать в принципе это несложно любому человеку просто нужно быть под рукой чтобы были были отвертки вот и все и мой сын не знал и он уехал с друзьями отдыхать и потом уже когда я позвонила просто спросить дома он или не дома выяснилось что он далеко от дома и в общем приехать не может ну в общем я сама справилась что дальше у нас сегодня сегодня должны прийти рабочие к дочке продолжать работу там плитку надо положить еще в туалете но придут они сегодня или не придут точно я еще не знаю я буду ждать звонка но сейчас я просто хочу вам показать заказе фаберлик слава богу дочка моя вспомнила что фаберлик одновременно и у нее у меня заказы пришли и вот спасибо ей что она забрала мой заказ и привезла мне просто спустилась и забрала его честно говоря я так закрутилась с этой печкой что и забыла про этот заказ что этом заказала заказала немного всего но очень нужное все но сейчас я вам это все покажу девочки заказала вот такие три масочки тканевые это с алое восстанавливающая маска выравнивающая тонк масочка хорошая вот это и с гиалуроном вот такая вот еще масочка они мне нравятся и вот я их регулярно заказываю такие вот три масочки классные преображение сияние и безмятежность еще заказала я вот этот вот вилнас это коктейль девочки коктейль мне понравился я брала уже с клубника брала с черникой и сейчас я решила взять без ягод вот это просто ванильный просто ванильный коктейльчик перед сном сделать попить и потом спится хорошо спокойно кушать не хочется потому что я люблю вечерами знаете что нибудь поесть но он вкусненький мне нравится я вот поэтому взяла думаю ванильный попробую на этот раз 98 килокалорий в одной порции там есть мерная ложечка 53 процента белка антиоксиданты витамины минералы пищевые волокна в общем все что есть заменяет буквально вот просто один прием пищи еще я взяла стиральный порошок цветной color концентрированный вот такой порошочек я уже брала и им пользовалась и он у меня уже заканчивается ну и мне вот еще нервная ложечка бесплатно порошочку прилагается взяла вот такой ультра кондиционер для белья с таким приятным запахом арома ароматерапия хорошенький такой кондиционер мне нравится я такие берут уже разные запахи еще я взяла вот такую вот увлажняющую сыворотку для лица это спрей и вот если сухой воздух там летний воздух в помещении сухой воздух и он такого пролонгированного действия просто увлажняет лицо спрейчиком шип шип надо попробовать сейчас попробуем это дело вот такой бальзам для губ еще взяла но он такой вроде как оттеночный надо его тоже попробовать на губах посмотреть он вроде бы придает объем ну и новый каталог на 16 16 каталог на следующий период тоже каталог люблю листать много новенького интересного скидочки какие вообще классные хочу попробовать бальзамчик сниму сейчас вот эту защитную пленочку ну вроде бы как гигиеническая губная я вообще пользуюсь постоянно потому что я же дома не всегда губы крашу а губы постоянно сохнут и я гигиенической губной пользуюсь постоянно я люблю так раз быстренько подошла раз раз намазала вот такого цвета и она вроде бы как и должна немножко отдавать оттенок ну давайте попробуем сейчас я вытру чуть-чуть тут накрасила для вас губки вроде как и объем должно давать ну вроде бы да вроде чуть-чуть есть оттенок хорошо мне нравится вот для вас буду теперь ей украсить девочки хочу попробовать попшикать вот это вот спрейчик посмотрим что это вот такая жидкость флакончики вот такой вот спрейчик вот ну-ка давайте на личико сейчас ох увлажнилась хорошо приятный такой нежный нежный такой запах ой люблю такие приятные запахи не навязчивый такой но такой приятненький класс ну вот это вот то что должно быть под рукой чтобы лицо не сохло губки увлажнить мне губки нравятся прям такие вот немножко розовенькие правда правда приятно вот ну ладно девочки в общем ссылочку на фаберлик оставлю внизу в описании заходите смотрите кому нравится выбирайте что нравится много всего хорошего там есть ну все сейчас я продолжаю девочки пить кофе просыпаться и нужно собираться по крайней мере собрать уже так сумочку к дочке быть на готове если что она мне позвонит когда нужно приехать скажет и я поеду туда и буду опять контролировать процесс работы работников которые делают нам инсталляцию в туалете ну говорю нам кто-то кстати пишет девочки ну странно почему вы говорите нам там наша кухня там нам ну я же одной ногой живу там на самом деле конечно это мое жилье здесь я живу здесь это я хозяйка все дела ну там хозяйка дочка понятное дело жить я с ней там не буду я люблю жить в уединении но так как я там провожу половину своей жизни можно сказать и по дому там много дел знаю где что лежит иногда даже больше чем дочка она мне иногда по раз позвонила и спрашивает а где это лежит где то лежит ну я там чувствую себя как у себя дома поэтому там как бы я и говорю нам потому что мой второй дом можно сказать так прям хорошо приятно такой приятненько лицо приятно хорошо губки блестят здорово приятненько все девочки я знаю что вам захочется осмотреть печку внимательнее да но я вам просто хочу показать вот так вот она выглядит 50 на 60 вот такие два блина здесь вот немножко такая выемка если что-то прольется оно все вот тут останется вот здесь углубления такие вот есть ну то для вентиляции наверное от духовки может быть когда жар будет выходить изнутри из печки ну управление такое же как и на мечте в принципе немножечко немножечко не такое там две ручки было печкой управлять и две духовкой вот так а здесь печка печка духовка температура и верхний нижний жар включается ну вот так вот она выглядит в целом эта плита мне нравится знаете вот все таки новая печка это вот уже чистое стекло в духовке можно будет показать вам через стекло как это будет там все готовится в комплект здесь входит вот такая решеточка и один противень ну у меня здесь два это у меня был один с той печки он подошел сюда естественно тут уже стоит мои причиндалы и вот это вот подставка с которой я мучилась вот с этими ножками ну в общем собрала все девочки мои хорошие на этом видео я хочу свое закончить дочка только что позвонила и сказала рабочие уже пришли уже начали работать и я сейчас быстренько засобиралась и поеду к ней ну так как там будет очень шумно она грязна в общем то поэтому я решила закончить сейчас это видео хотела протестировать еще печку ну печку будем тестировать в следующем влоге будем что-нибудь на ней готовить посмотрим насколько она отличается от индукционной плиты которая у меня была до нее вот ну и все кому видео мое понравилось ставьте лайк подписывайтесь на мой канал и до новых встреч пока пока за просмотр в следующем году снова вот